Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Смена парадигм сегодня в гостях у Сергея Николаевича Иллы Решкина, член-корреспондента Российской Академии Наук, заместитель директора научного центра неврологии по научной работе, президента национального общества изучения болезни Паркинсона и расстройств движения. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Наша программа отслеживает глубинные сдвиги, глубинные изменения, происходящие на наших глазах и произошедшие уже за последние 30 лет в фундаментальных представлениях, а также в клинической практике различных областей медицины. Изменения происходят естественно и в неврологии, и особенно в той ее области, которая занимается изучением нейродегенеративных заболеваний. И в понимании природы этих заболеваний, как представляется со стороны, не специалисту, изменения произошли колоссальные. Вот эта вот дистанция, тот срок, который прошел с того момента, когда вы окончили медицинский институт, по сей день, по сей день, каждый день буквально какие-то новости появляются в изучении этих заболеваний нейродегенеративных. Вот эта дистанция представляется огромной, и происходящее видится, опять же, со стороны, как та самая смена парадигм. Вы согласны? Я абсолютно согласен с этим, потому что, если понимать под сменой парадигм, кардинальное изменение всей системы наших знаний, если хотите, системы ценностей, что значимо, что незначимо, безусловно, это так. Нейродегенеративные заболевания сегодня стали колоссальной, кричащей проблемой не только неврологии, всей клинической медицины и фундаментальной медицины в целом, оттеснив, ну, не совсем на периферию, но в значительной степени даже такую вечную проблему, как инсульт, сосудистые заболевания мозга. Почему это происходит? Потому что мы стали жить дольше, и мы хотим жить дольше, и реально общество стареет. Но, к сожалению, это все чревато появлением так называемых возраст-зависимых заболеваний. И одним из главных органов наших, который подвержен возраст-зависимой патологии, является головной мозг. Нейроны, клетки, как мы говорим, постметодические, они не делятся в процессе жизни, а стало быть, лишены целого ряда тех важных защитных механизмов, связанных с делением клеточных мембран и так далее, которые присущи другим тканям. Мозг и нейроны, и не только нейроны, глиальные клетки, это высокоспециализированные клетки, они выполняют колоссальные, грандиозные функции, но платой за это является повышенная ранимость и неспособность в зрелом возрасте поддерживать тот набор функций и защитных механизмов, которые свойственны молодым клеткам. И поэтому, безусловно, если мы хотим жить долго, если мы хотим реально изменить наше общество, мы должны что-то делать с нейроденеактивными заболеваниями, которые появляются во второй половине жизни. Частота их очень высока, она драматически разрастает после 60 лет, она принимает катастрофические цифры после 80 лет, считается, что после 80-85 лет каждый почти второй человек обречен на болезнь Альцгеймера. Безусловно, с этим надо что-то делать, проблема не решена глобально в плане предотвращения, но действительно в наших представлениях и в нашем видении того, как бороться с заболеваниями, наступил существенный прогресс, поразительные успехи достигнуты, мы находимся в преддверии прорывных изменений в этой области. А вот когда произошел такой вот поворотный момент, когда наступил в понимании этих заболеваний? Я думаю, что поворотный момент в понимании этих заболеваний, давайте их назовем, наших героев всего лишь программы болезни Альцгеймера я назвал, она у всех на слуху, даже не у специалистов и не у врачей, это болезнь Паркинсона, это лобно-височная деменция, сосудистая деменция, которая идет рядышком, боковой амиотрофический склероз и целый ряд других более редких форм патологии. Я бы сказал, что поворотный пункт наступил, ну это красиво звучит, давайте запомнить, с начала нулевых годов, наверное, на рубеже столетий, тысячелетий, на рубеже этих эпох. Почему? Потому что действительно накопилась критическая сумма знаний о генетике, о молекулярных механизмах, ведущих поражение нейронов, гораздо больше, чем мы знали даже в начале 90-х годов. И самое главное, была сформулирована концепция того, что все нейродегенеративные заболевания, о которых мы сегодня говорим, несмотря на различия клиники, патологической анатомии, проявления и так далее, они все являются универсальными с точки зрения главного механизма гибели клеток. Это так называемые церебральные, мозговые, если хотите, протеинопатии. Потому что ключевым элементом поражения гибели клеток является накопление аномальных, неправильно свернутых в пространстве аномально-конформированных белков в нейронах или гелиальных клетках. При одной болезни это один белок, при другой, при третьей, при третьей, при каждой болезни есть какой-то свой ключевой белок. Но суть дела заключается в том, что нарушаются нормальные клеточные механизмы санации, деградации, расщепления, обезвреженные этих патологических белков. Они накапливаются в клетке. И проблема не в том, что они накапливаются, им нужно какое-то место, как в квартире, куда-то положить не нужный ящик. Это было бы полбеды, клетка бы справилась. Но появляясь в клетке в аномальном виде, они запускают целый ряд патологических процессов. Они нарушают акциональный транспорт, они нарушают работу митохондрий, они запускают механизмы апоптозы и так далее. И поэтому, на самом деле, контроль этого процесса очень важен. Это все цервальные протеины патии, хотя очень разные. Если мы раскроем суть того, что происходит на самых ранних стадиях этого процесса, и научимся бороться молекулярным образом хотя бы с одной протеиной патии, с любым из заболеваний, это будет сигнал для того, что и другие болезни встанут под этот прицел и будут побеждены рано или поздно. Поэтому здесь вот это универсальное звено, за которое надо потянуть, как за ниточку, для того, чтобы вытащить всю проблему. Ну вот, скажем, 20, даже не беру 30 лет назад, даже 20 лет назад, наверное, болезнь Альцгеймера могли точно диагностировать только посмертно. Сейчас есть какие-то маркеры прижизненные? Ну, на самом деле, конечно, существовала и клиническая картина, и набор признаков во все времена, уже последние 30 лет, есть в клинике мы пользуемся такими критериями, как вероятная, возможная, достоверная болезнь. В ряде случаев требуется потом анатомическое подтверждение. Это действительно так. Но для болезни Альцгеймера, если говорить о ней, как самое частое, самое известное, действительно есть уже и прижизненные тесты, которые при наличии соответствующей клинической картины и истории развития заболевания позволяют подтвердить диагноз с очень высокой, почти 100% точностью. Хотя, конечно, патологоанатомическое подтверждение с академических соображений и соображений каких-то наиболее сложных клиникам орфологического сопоставления требуется желательно. Но все-таки у нас есть целый ряд иммунохимических тестов в церковоспинальной жидкости, когда мы смотрим соотношение определенных изоформ бета-амилоида, тот самый главный белок, который накапливается в клетках пациентов, пораженных болезнями Альцгеймера, и тау-протеины, это белок, который отвечает за функционирование микротрубочек в нейронах, за весь акциональный транспорт. И вот их соотношение определенных изоформ позволяет нам подтвердить диагноз с очень высокой точностью. Второй тест, который в нашей стране пока недоступен, но он доступен не во многих странах мира, не потому что нет приборов ПЭТ. Позитронная пенсионтография есть и в нашей стране, в основном для области онкологии она пока применяется. Просто радиолеганды, которые используются для регистрации бета-амилоидов в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, пока не везде доступны, так называемые Питцфорский, изотоп, другие соединения. Но принципиально это существует. Есть методы нейровизуализации с позитронной пенсионтографией для ТАО, протеина, для его патологической формы, о чем я сказал. Но вот иммунохимический тест на церковь спинальной жидкости, на ликвар, как мы говорим, он уже доступен. Сегодня он не уступает. Такой тест налажен, он есть в нашем центре, кстати говоря, немного пока центров этим пользуются. Поэтому мы сейчас более уверенно говорим о диагностике клинической, даже без патологоанатомического подтверждения. Не для всех заболеваний это так здорово звучит. Для Альцгеймера эта проблема в значительности оперечена, к счастью. А потеря обоняния, она общая для... Как крайний признак, я имею в виду, до появления выраженных симптомов при паркинсонизме, да, и при болезни Альцгеймера? Есть такое... Да, это очень интересно, то, что вы упомянули. Ну, во-первых, давайте скажем сразу, не при паркинсонизме в целом, а именно при болезни Паркинсона. Это изменение, которое все-таки более специфично считается для болезни Паркинсона. Ведь анкционизм, как синдром, встречается при десятках, я думаю, даже может быть, сотнях заболеваний. Другое дело, что самое частое, это действительно болезнь Паркинсона. То есть нельзя ставить знак крови в столь случаев? Паркинсонизм — это синдром, который бывает при разных заболеваниях. Он даже бывает и при болезни Альцгеймера, может развиваться с тремером, с нарушением подвижности. Поза спросителя, так называемый. Поза иногда, с падениями. Но болезнь Паркинсона имеет свои критерии. Она вторая по частоте болезнь нейронегативной после Альцгеймера, поэтому ей тоже надо... Действительно, если говорить о прорывах в понимании болезни Паркинсона за последние 10-15 лет, мы понимаем, что эта болезнь гораздо более сложная, чем просто двигательная функция, как мы раньше думали. Это болезнь, которая обладает массой немоторных, недвигательных проявлений. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, нарушение обоняния, болевой синдром, депрессия и другие эффективные расстройства, о которых мы говорим. Нарушение вегетативной нервации целого ряда органов, когнитивное снижение, вплоть до деменции и так далее, и так далее. Это болезнь всего мозга, хотя акцентом основным остаются двигательные функции. Так вот, из недвигательных, из немоторных симптомов одним из таких известных, хотя, конечно, совсем не специфичных, ну, нарушение обоняния, как может быть специфичное снижение обоняния, является нарушение обоняния. Почему возникает вопрос? Для болезни Альцгеймера в меньшей степени, хотя тоже показано, для Паркинсона это просто включается в какие-то критерии, хотя мы понимаем, что это проявление не специфичное. У большого процента людей может быть ренит какой-то и так далее, когда тестируемое обоняние некорректно. Дело в том, что оказывается, что болезнь Паркинсона, во всяком случае, большая часть случаев болезни Паркинсона, зарождается не в головном мозге, оно зарождается на периферии, как мы говорим, в вегетативных нейронах желудочно-кишечного тракта и в клетках обонятельных эпителий, обонятельных луговиц. Там впервые, если смотреть биопсии желудочно-кишечного тракта, биопсии кишечника толстого или, например, смотреть какие-то случаи морфологические после смерти, оказалось, что первые глыбки белка альфа-синуклеина патологического, который виновник как раз развития всей патологии при болезни Паркинсона, появляется как раз в нейронах местного рубаха восплетения кишечника. И потом по волокнам блуждающего нерва эти изменения белков поднимаются по волокнам блуждающего нерва в головной мозг, в ядра блуждающего нерва, и затем транссинаптически от нейрона к нейрону передаются по всей системе. То же самое обонятельная структура переднего мозга и передача. Эти патологические белки могут передаваться от клетки и запуская некий такой автокаталитический процесс и распространяясь вдоль нейронных путей в этом драматизм ситуации. Больше того, в эксперименте смоделировано, когда вводили в стенку желудка, например, или в стенку кишечника животным патологические белки, вот эти вот, например, бета-амилоид или альфа-синуклеин, и показано, что они потом через какое-то время у животных, через крыс, например, через 2-3 недели появляется в головном мозге и запускает там патологический процесс вплоть до появления клиники. Вы понимаете, болезнь распространяется от периферии в центральную нервную систему. Почему так происходит? Потому что на первое место сегодня в обсуждении теологии этих заболеваний выходит все-таки некая генетическая предосположенность в сочетании с неблагоприятными средовыми факторами. Мы все дышим одинаково и питаемся примерно одинаково. Но просто у кого-то есть генетическая предосположенность, кто-то находится в более пожилом возрасте, и совокупность обстоятельств складывается в единую картину. Пазл складывается, как говорится. Другой человек с другими генами может и не пострадать от этой предосположенности. Какие неблагоприятные факторы? Некие нейротоксины, которые запускают патологию вот этих клеточных белков. Причем, я говорю не абстрактно, есть конкретные молекулы, кандидаты. В эксперименте они доказали свои свойства запускать патологическую агрегацию тех самых белков, о которых мы говорим. Эти токсины до последнего времени применялись в агрохимическом производстве каком-то, где-то еще с ними борются, их выводят, появляются другие молекулы. Чем-то мы дышим, тоже неблагоприятным. Многие воздействия, о которых мы только догадались, еще толк точно не знаем. Я уже говорю о приборах, которые появились вокруг нас. И таким образом, первым барьером, который на пути встречается, это обонятельный эпителий и желудочно-кишечный тракт. Поэтому не случайно, вот первый симптом это запоры упорные, это нарушение обоняния и так далее. Это одна из теорий, но она подтверждена данными уникальных морфологических исследований, экспериментальными данными, данными эпидемиологическими некоторыми. Например, у пациентов, которые 30 лет назад оперировали по поводу язвенной болезни, тогда применяли операцию тотальной ваготомии, обрезали оба блуждающих нервы. У них болезнь паркетизма развивается в 10 раз реже. То есть этот патологический, он не может перемещаться. Поразительные данные, которые были опубликованы. Понимаете, я уже говорил о данных о животных, я рассказал. Это очень интересно, и поэтому одна из задач наших распознать этих виновников, эти токсины, понять, как можно предотвратить патологическое воздействие этих молекул с ключевыми белками нейронов, в том числе на периферии, в периферической нервной системе, придумать препараты. Почему такое внимание сейчас к микробиоте, к содержимому желудочно-косредственного тракта? Это не только там бактерии, это их геном, это совокупность реакции, которые они контролируют. У нас не один килограмм этой микробиоты в организме, потому что на этом уровне происходит очень важный процесс для запуска нейродегенерации, который на протяжении жизни все это формируется и проявляется в последние годы. Это все очень интересно, кстати говоря, воздействие на микробиоты, ее санация, попытка повлиять на эти процессы на уровне вот таком, как бы на дальних подступах, как мы сейчас говорим. Да, представьте, врага на дальних подступах. Это одно из перспективных направлений борьбы с норрегативными заболеваниями сейчас отреализуются реально в клинике. Начинает реализовываться, как дополнительный метод борьбы определенный. И может быть даже метод профилактики. Да. Ну, кстати, я вспомню, на прошлой неделе буквально была статья опубликована, на мышах экспериментально, через нос им токсины в отделе. Это эксперимент из той же серии, о которой я рассказал совершенно верно. Но там акцент делается на том, что воспалительный процесс даже. То есть механизм запуска патологических форм белка может быть разным. Это воспалительный ответ. Где-то, где-то вот как в случае с некоторыми нейротоксинами, которые на уровне желудочных, конечно, тракт, нам встречается, пища приходит, да, извне, с водой, например, не обязательно с пищей. Некоторые запускают непосредственно патологию белков в таск при взаимодействии чисто химичным способом. А есть другая возможность, когда этот нейротоксин запустит сначала воспалительную реакцию, которая запустит некий клеточный цикл, и итогом будет, результаты будут конечны тоже. В том-то и дело, что молекулярный патогенез болезни Паркинсона или болезни Айсгеймера является многофакатным. То есть совокупность событий, которые запустят цепочку, может быть самая разная. А конечные результаты однажды будут одинаковые, они сойдутся однажды в одной точке. То есть некие экзогенные воздействия, накладывающиеся на генетическую предоположность. Что же воздействие? Значит, конкретная совокупность генов и сталовых белков у этого индивида такова, что в меньшей степени справляется с темой нагрузкой дополнительно стареющей нейроны, чем у другого человека. Это понятно для других заболеваний. Генетическое предоположение действует через многофакторную среду. Это общая теория сегодня, которая в генетике принята и активно изучается. Полезнь Паркинсона ранняя и поздняя. Чаще всего врачи сталкиваются с поздней. Я бы так не делил. А в смысле поздней, в смысле возраста? Да, дебют как бы. Потому что есть ранние стадии болезни и поздняя стадия болезни. Я имею в виду дебют, наступление болезни. Но есть и ранний космонавт Майкл Клиффорд, астронавт, заболел 44 года. Семейной истории там нет. Но он до того, прежде чем стать астронавтом, он работал на всяких вредных предприятиях, в том числе на ферме, с ДДТ, еще на каких-то химических предприятиях. Но все-таки это одно и то же заболевание или разные? Да, безусловно. Вы затронули очень важный вопрос. Мы говорим возраст зависимых заболеваний, мы говорим, что это заболевания позднего возраста. Это все верно. Но одной из поразительных тенденций от последних 20-30 лет как раз является то, что эти заболевания, помимо того, что стало больше в силу возрастания общего среднего возраста популяции, они стали молодеть. Причем молодеть на глазах. Я вспоминаю годы своей учебы в ординатуре. В 1986 году я закончил институт, поступил в ординатуру этого славного учреждения нашего замечательного института, тогда института, сейчас Центра неврологии. Тогда увидеть пациента с болезнью Паркинсона моложе 40 лет, это мы бы сразу сомневались в диагнозе, это было нечто почти невозможное. Тоже касается, например, бокового амитрофического склероза и так далее. Сегодня по статистике, признавая по-прежнему возраст зависимый характер болезни Паркинсона, можно сказать, что каждый десятый пациент, заболевает до 50 лет, а каждый двадцатый до 40 лет. То же самое касается других заболеваний. Боковой амитрофический склероз в старых руководцах, это после 60 лет, но сейчас заболевают молодые люди в 30 лет, в 25 лет. В 35 лет у нас в клинике много таких, это тяжелейшее фатальное заболевание. В чем здесь дело, разумеется, выбирается. Одной из причин, как раз то, что вы упомянули, агрессивная токсическая среда, то, что мы потребляем и делаем, тем более на производствах, вот в сельскохозяйственных производствах. Была поразительная история с боковым склерозом. Серия публикаций прошла в мировой литературе, когда футболисты, даже в том числе член одной команды, заболевали этой страшной болезнью в расцвете сил в 30 небольшим лет. Я не буду называть фамилию Нес, а один вот блестящий футболист, который упрекал в России, недавно скончался от этой болезни. Он в интернете вел до последнего, значит, как раз блог и общался с болезнью, ну, так сказать, он футболист Зенита, собственно, можно назвать Деги Риксон, футболист Зенита, он играл в Европе много лет. Вот считается, что при подготовке газонов определенных поколений, 3-4-5-го используются некие препараты, которые могли способствовать этому поразительному всплеску частоты этих страшных случаев заболеваний среди столь молодых людей, которые с этими газонами играли. Вот, есть другие примеры такого рода, их можно перечислять. Поэтому нейротоксическая теория и агрессивная среда, она остается в силе. Но, опять же, это же не у всех подряд, у лиц, у которых есть определенная генетическая предосположенность. И одна задача наша, мы можем по генетике сегодня отдельно поговорить, это попытаться вычинить, какие гены наиболее ключевые, каков профиль генетики, чтобы мы эту генетическую предосположенность могли, что называется, выложить, положить на стол и с ней работать тоже, имея в виду, что может быть предпринято для того, чтобы у лиц с группы риска предпринимать сверхусилия для профилактики этих группы заболеваний, безусловно. Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что многие футболисты играют, другие в той среде, не у всех проявляется эта болезнь, а только у тех, у кого есть определенная генетическая предрасположенность. И задача наших дней, одна из задач при изучении не только болезней Паркетсона, любых форм нейродегенерации, определить профиль тех генов, индивидуальный профиль для каждого человека, который будет определять более высокий или более низкий риск заболеть то или иным заболеванием, чтобы у этих лиц целенаправленно применять те или иные профилактические стратегии. Может быть, мы немного сегодня умеем в плане профилактики, но кое-что все-таки известно, поэтому надо это делать, особенно в отопленных группах риска. Это очень важно. Вот как раз о генетике я хотела продолжить наш разговор, о генетике нервных заболеваний, это ваша область. Недавно мне посчастливилось достать книгу воспоминаний Виктора Мироновича Гинделеса. Классик. Выдающаяся личность. Совершенно потрясающий. Мне посчастливилось слушать его выступление. Я не была знакома, но выступление его я слушала. Фактически он заложил основы генетики психических заболеваний в нашей стране и в мире. Это было 40 лет назад. В какой степени сегодня на генетические данные опирается, по крайней мере, диагностика или лечение? Как вы рассматриваете эти случаи? Ну, разумеется, роль генетики колоссальная. Если мы говорим о революции и смене парадигм произошедших в области нервных заболеваний, без генетики это было бы невозможно, в принципе. Объясню почему. Действительно, для болезни Паркинсона примерно 10% случаев, может быть, даже чуть меньше, являются наследуемыми и соответствуют простым Мендельским законам – аутосома-доминант, аутосома-рецессивное наследование. То же самое для болезня Сгеймера. 90% случаев спорадические, ненаследуемые, связанные с комплексным заболеванием, а 8-10% – это случаи, при которых среда и все остальное уходят на второй план, и есть какой-то один, два или три гена, которые определяют риск развития. При болезни Паркинсона около 20 таких генов, из них десяток наиболее доказанных, наиболее сильных. Для бокового склероза это десятки разных генов, хотя семейные случаи бокового склероза, опять же, это примерно 10%, а 90% – это спорадический случай. Поэтому гены важны, потому что мы, во-первых, можем определять наследственные формы, ставить ДНК-анализ и, установив такой анализ, проводить доклиническую диагностику. У лиц из группы риска, у детей, у братьев и сестер. И если мы, например, выявив заболевание на доклинической стадии, еще сегодня не можем в полной мере предотвратить болезнь, мы можем сделать другое, мы можем предотвратить рождение больного ребенка в этой семье с помощью перинатальной или, что еще лучше, преимплантационной диагностики. Да, и это широко сегодня делается, то есть хотя бы для этого надо знать генетический статус – это первое. Второе – ведь за генами стоят белки. Идентифицируя те или иные гены той же болезни Паркинсона, мы выходим на молекулярные патогенные заболевания. Изучая функции белков, которые страдают в результате мутации тех генов, которые мы открываем, мы начинаем понимать, что ломается в этом стройном хоре нейрональном тех сотен белков, которые обеспечивают сложнейшие функции нейронов, которыми мы пользуемся все. Это наш мозг, наша память, наша когнитинная деятельность. Ну, простой пример. Я сегодня несколько раз упоминал белок альфа-синуклеин, который главный виновник всего, что происходит при болезни Паркинсона. Обвинение этого белка и его изучение. Ведь мы открыли ген альфа-синуклеина. Первый ген для болезни Паркинсона, открытый итальяно-американской группы в конце 90-х годов, был ген альфа-синуклеина. Тогда об этом белке почти ничего не знали. Он был, его функции были непонятны. Вот открыли ген, открыли белок, значит, посмотрели при семейных форумах, убедились, что там. Посмотрели мозг спорадических пациентов с болезнью Паркинсона и ахнули. При спорадической форме болезни Паркинсона, поздние, где никакие гены, так сказать, прямые не играют, там тоже те же самые альфа-синуклеиновые включения, тельца олевия, которые накапливаются. То есть стало понятно, что наследственные формы синуклеиновые, они просто более ярко проявляются, более рано. Но в целом этот белок главное виноват. Мы вышли на виновника. Потом были найдены другие гены, другие белки. И сегодня встроенная картина тех процессов, которые происходят при болезни Паркинсона, она нарисована в значительстве, благодаря генетике. Третий немаловажный фактор, ведь это надежда на лечение молекулярное. Что я имею в виду? Если есть патологический белок, который накапливается в паренхемии мозга, неважно, в нейронах, в реальных клетках или где-то в межклеточном пространстве, есть надежда и попытка повлиять на этот процесс с помощью, например, моноклональных антител, которые будут присоединяться к эпитопам патологической белка и, как минимум, предотвращать его дальнейшее накопление, а в идеале вымывать, условно говоря, из вещества мозга и каким-то образом его оттуда уменьшать. Проблема вся заключается в том, что мы поздно диагностировали эти заболевания. Надо бы на ранней стадии, в идеале на предранней стадии, то есть латентной стадии. Для болезни Паркинсона лисгеймера показаны для других заболеваний, длинная доклиническая стадия, которая длится 10-15-20 лет. Уже накапливается патологический белок, что можно увидеть, если случайным образом человек скончается от других причин, такие исследования проводились, вдруг у него находят паркинсонические изменения, которые еще не дали клинике. Уже начинается нейрональная дисфункция, но мозг сопротивляется до последнего, а пластические свойства мозга колоссальные, и только спустя 10-15-20 лет появляется только первая клиника. Когда появляются первые симптомы, и мы ставим первую стадию болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона, уже 60% нейронов в определенной зоне мозга, которая наиболее ключевым образом поражается, наиболее критично, там уже погибло. Это уже поздно в некотором смысле. Почему все препараты работают на животных моделях и плохо работают в клинике? Да, потому что на животных моделях мы имеем возможность применить препарат превентивно, еще до того, как мы дали какой-то нейротоксин той крысы или мышке, которую мы модерируем. Или максимально рано. Да, или максимально рано. Но, тем не менее, такой подход разрабатывается либо моноклональные антитела к альфа-синуклеину или к бета-милоиду, либо сыворотка, то есть, собственно, выработка антител при иммунизации. То есть, слово иммунизация меняет свой смысл на глазах уже. Мы говорим не инфекционных иммунизаций, говорим о иммунизации против неких белков, которые надо бороться. Придумана поразительная технология фокусированного ультразвука, когда мы можем с помощью специального нового прибора фокусировать ультразвук в какой-то точке мозга, открывать там на время гематоэнцефалический барьер на несколько часов или на несколько минут, и за это время из крови будет поступать все, что там циркулирует, включая антитела, в головной мозг. Сейчас так начинают лечить болезнь Айсгеймера, но нас пока в стране нет. Вот первые пациенты прошли на Западе, было очень шумно по этому поводу и компания, ну в хорошем смысле хорошая компания рекламная, и был пресс-релиз, когда вот считайте, свой подход позволит лечить болезнь Айсгеймера, вымывая антипатологический белокрипт с помощью антитела. То же самое делается и болезнь партенциона. Антисинуклииновая стратегия активно разрабатывается. Поэтому роль генетики абсолютно колоссальная, диагностическая, потенциально терапевтическая, оббор группы риска, понимание патогенеза молекулярного в целом. Без нее никуда генетика это просто. Тем более, что сегодня появились методы массового параллельного секвенирования, когда мы можем за два дня, за три дня узнать весь геном практически, или всю кодирующую часть генома, экзом так называемый, или с помощью специальных панелей протестировать 300 генов в ходе одной реакции, посмотреть все гены, риски гены предосположенности. Там настоящая революция, мы ее пользуемся. Поэтому, конечно, мостик от генделиса к нашим дням, он важен, потому что предшественники последующего поколения школы, ученики предложили, вот эра молекулярная генетика наступила на наших глазах. Дальше будут надеяться эра молекулярной биологии и терапевтические возможности, которые у нас появятся. Вы сотрудничаете с молекулярными генетиками нашими, насколько я знаю? Безусловно. У нас много десятилетнее уже очень плодотворное сотрудничество в первую очередь с институтом молекулярной генетики. Это учреждение, сейчас оно стало частью Курчатского центра, откуда у нас все время отпочковалось, то есть на новом уровне прошли круг. Это блестящий коллектив, с которым мы в свое время вместе установили молекулярную структуру основных групп нейроэнергетических заболеваний в нашей стране. Атаксии, дистонии, паркинсонизма, некоторых деменций, все это делали вместе. Они помогли нам создать собственные лаборатории, которые здесь, в нашем центре есть, уже работают на современном уровне самостоятельно в рамках отделения наследственного заболевания нервной системы. У нас есть давние тесные связи с нашими коллегами и друзьями из медико-генетического научного центра имени Академии Кабачкова и целый ряд других учреждений, в которых мы работаем. У нас большой цикл работ не только в клинике по ДНК, диагностике по молекулярному генетическому скринингу, а, например, цикл работ по генам в экспериментальных моделях, паркинсонизм на крысах, на клеточных линиях и культурах, чем мы занимаемся. Поэтому без такого сотрудничества с крупнейшими коллективами невозможно делать серьезную науку. Нет ни одного учреждения, где было бы все. Вот во всех лабораториях было бы все. Это невозможно, нереально, да и нерационально. Я бы сказал, надо собирать настоящие научные консорции и решать прорывные задачи. Так развивается наука в мире. О клеточной биологии хотела попросить вас рассказать. Вот уже больше 20 лет, клеточной биологии, я имею в виду в лечении нервдогенеративных заболеваний, в попытках. Уже больше 20 лет то вспыхивают, то затухают эксперименты в плане, в частности, лечения болезни. Больше 30 лет. Давайте будем точными. Да, стволовыми клетками, чтобы сделать из них нейроны, продуцирующие дофамин. Но как-то пока ощутимого успеха тут нет, насколько я понимаю. Он как раз произошел и произошел два месяца назад. На самом деле, он прошел год назад, а два месяца назад была публикация первая. Я расскажу немножечко об этом. Ну, это тоже одно из самых вкусных таких направлений, что называется в хорошем смысле. Ярких, вызывающих жгучий интерес и ожесточенные споры. Конечно, мы говорим, что при болезни Паркинсона, при болезни Альцгеймера, при других заболеваниях, при том, что это болезни всего мозга целиком, а не только мозга и периферическая нейронистема, как мы сегодня разбирали уже. Но, тем не менее, всегда есть какая-то группа симптомов и какая-то область мозга, которая страдает преимущественно на первом плане. Для болезни Паркинсона это очень маленькая область в среднем мозге, синтезирующий дофамин, и стало быть, его мало в полосатом теле, куда идет негростреатный путь. И поэтому умозрительно всегда казалось, что если мы в полосатое тело в эту структуру введем клеточки, синтезирующие дофамин, мы тем самым обратим спять заболевание, вернем человеку подвижность, возможность двигаться, не только двигаться, но и мысли, потому что дофамин имеет отношение к когнитивной деятельности, все будет хорошо. В принципе, это правильно, хотя мы понимаем сегодня, что этим подходом мы не излечим все другие симптомы. Есть недофаминовые симптомы при болезни Паркинсона, есть страдания других медиаторов и других отделов, но на первом есть все-таки двигательная сфера. И такие попытки стали делаться с середины 80-х годов. Ну, где взять дофамин? На первом этапе никаких стволовых клеток речи не шло. Брали эмбрионы, например, абортирный материал, брали эмбрионы, значит определенный срок там несколько, там 12-14 недель, несколько эмбрионов надо было, брали область среднего мозга, в которых есть много клеток, ранних клеток, клеток эмбриональных, которые синтезируют дофамин. И набирали от нескольких эмбрионов нужное количество клеток, это был так называемый фитальный материал. Фитальный материал, это вот там смесь клеток, это и стволовые, и уже более зрелые, и глиальные клетки, элементы стромы, сосуды какие-то, все вместе это значит выделяли, и трансплантировали людям. Естественно, давая при этом иммуносупрессию, потому что клетки чужие генетически, вводили клетки. Что было показано? Что в принципе эти клетки действительно способны приживаться, синтезировать дофамин, и даже в некоторых случаях в отдельных давать клиническое улучшение. Но беда в том, что это клиническое улучшение было только у отдельных пациентов, из тех 400 примерно, которые были за 30 с лишним лецепирином в мире, около 400 операций было проведено. Вот у десятка было улучшение, у двух-трех было поразительное улучшение. Пациенты живы до сих пор один-два человека и даже не принимают леводопу и практические излечения. Но остальных подавляющих университетов такого успеха добиться не удалось. Поэтому отсутствие воспроизводимости этой технологии, во-первых. Во-вторых, конечно, этические проблемы, которые возникают при работе с эмбрионами, иногда и религиозные проблемы в некоторых странах абсолютно непредалимы. Было совершенно понятно, что эта технология широко в клинику никогда не пойдет. Потом пытались уже работать со стволовыми клетками. Брали раннюю эмбриональную стадию, но это бластоцисты, где есть много так называемых плюрипатентных клеток, которые можно без ущерба отобрать из бластоциста для его дальнейшего развития. Значит, эти клетки дают начало любым органам и тканям. Из них можно вырастить культуру плюрипатентных клеток, а потом их запустить по пути дифференцировки в кардиомиоцит, например, если в кардиологии. В зависимости от средовых фактов. Или в клетки нейроны, а не просто нейроны, а специализирующие нейроны. То есть методы получения из плюрипатентных клеток дофаминергических нейронов, в общем, давно были известны достаточно. Тоже эксперименты проводились. Были кое-какие результаты в эксперименте, благоприятные для животных с моделем паркницизации. Но тоже стало понятно, что все равно это материал, эмбриональный материал от бластоциста. Это, например, методы, которые получаются при оплодотворении при ЭКО и так далее. В общем, этические проблемы неразрешимы. Генетически он другой, чужеродный. Поэтому надо думать что-то с тем, чтобы какую-то иммуносупрессию применять после такой трансплантации. Да, пытались применять, где еще взять дофаминергические клетки? Брали клетки надпочечников, клетки каротидных телец и так далее. Синтезируют дофамин. Все как-то не очень. И до 2006 года эта область неврологии, нейротрансплантология экспериментальная, была в некотором таком идеологическом тупике. Не было понятно, возможен ли источник клеток с неограниченным потенциалом деления и этически допустимый. И в 2006 году случилась революция. Считается, что одно из самых ярких достижений в клеточной биологии за все время этой науки, когда японские исследователи смогли получить индуцированные плюрипотентные клетки. Они заставили перепрограммировать собственные соматические, зрелые уже клетки самого пациента. Берутся фибробласты, например. Клетки кожи, они легко доступны. Из них получаются культура фибробласты. А потом, вводя в эти клетки генетически или другим путем, например, в виде белков, факторы плюрипотентности, те самые пептиды, которые поддерживают плюрипотентный статус в пластоцисте, например, удалось их заставить забыть свою клеточную судьбу и вновь стать плюрипотентными. Это фантастика. За это справедливо была дана Нобелевская премия 2012 года. За это открытие Синие Монако. И, конечно, открыл новую главу. И вот сегодня значительная надежда нейротрасплантации не только для болезня Паркинсона, а вообще в регенеративной медицине связана с клетками, которые мы получаем через стадию плюрипотентности. Есть очень серьезная работа о получении таких клеток, синтезирующих инсулин, например. Это перспектива маячного решения проблемы диабета. Это очень серьезная. Говорить о нашей сфере заболевания, конечно, опять дофамергические нейроны в первую очередь, потому что там дефект очень ограниченный вот такой основной двигательный. Вот такие клетки были получены в эксперименте, дали прекрасные результаты на животных, на крыльцах. У нас тоже есть такой опыт в нашей лаборатории. В отделе исследовательного мозга мы этим занимаемся. Постепенно перешли на более высокий уровень, на обезьян. Получили эффект клинический на обезьянах. Решили вопросы безопасности, вопросы осложнений, которые возникали на фитальных клетках. Поняли, почему возникали те самые, например, дискинези и насильственные движения. Разработали методы сортинга клеток, чтобы избавиться от онкогенных клеток. Избавиться от клеток синтезирующих серотонин. В этом причина была леводонцев дискинезий. И потихонечку, как говорится, перекрестившись, подошли к человеческим испытаниям. И вот прошел пресс-релиз в 2018 году. Осенью первый пациент был соперирован в Японии. Как раз в Киото, там, где было открыто. Но, оказывается, соперировали американцы. Они просто так широко, как японцы, не заявляли об этом. И первая статья о клинических результатах у человека с болезнью Паркетсона вышла буквально два месяца назад американская группа авторов. Там было показано, первое, что клетки, по-видимому, прижились, потому что они биохимически активны, они синтезируют дофамин. Это видно на позитронной эмиссионной томографии у этих больных, у которых улучшается обмен дофамина после этой трансплантации. Это первое. Второе. Есть определенный клинический эффект. Пока, говорит, рано. Эта операция нацелена на многолетие наблюдения, но уже некоторая динамика клиническая намечена. Как первое сообщение, большего ждать не приходилось. Это просто прорыв и сенсация, безусловно. Хотя это очень дорого. Надо думать, как сделать технологии более массовой. Есть понятие универсальных доноров, для которых клетки будут менее такими иммуногенными, для того чтобы получать какие-то... Поддерживают универсальные клеточные линии, из которых для большинства любых пациентов можно бы получать универсальные дофаминаргические нейроны. Это задачи государства, государственных банков, клеточных. Тут много задач возникает. Будем ждать. И сами разрабатываем. Мы тоже готовимся как-то реализовать протоколы в нашей стране, заканчиваться по определенной стадии экспериментальных исследований, на которых мы занимаемся нашими замечательными коллегами из института, например, физико-химической медицины, с кем мы над этой технологией работаем активно. Будем надеяться, что вот это клеточное направление, оно тоже будет очень успешным. Это, во всяком случае, после некоторого, действительно, десятилетия некоторых застой, растерянности и непонимания, куда двигаться, сейчас, наоборот, во всем мире идет оживление в этой области очень ярко. Но я заканчиваю тем, хочу сказать, что нейроны, которые мы получаем из индуцированных плюриопатентных клеток, нам важны не только как средство для нейроновомплантации. Вы представьте себе, есть пациент с какой-то генетической или не генетической формой болезни Паркинсона. Мы берем у него фибробласты, получаем из них сначала индуцированных плюриопатентных клеток, возможность изучать нейроны, нейрональную культуру этого собственного человека. Это же ничего подобного мы можем под микроскопом, с помощью каких-то реакций или капы, какие-то лекарственные препараты, на нейрональную культуру этого конкретного человека со всей его генетикой, со всей его эпигенетикой. Понимаете? Изучать его и в идеале, я немножко фантазирую, давайте пофантазируем, почему бы нет, на нейронах этого конкретного пациента подбирать препараты, нейропротекторы, которые нужны ему и именно ему, его нейронам, а потом давать ему и лечить болезнь. Фантастически. Да уже нет, потому что такие биоматрицы клеточа мы создаем. Пациент специфичный мы их изучаем. У нас был грант большой Российского научного фонда, который недавно успешно завершился. У нас вышла монография на эту тему, были другие работы. Это тоже важнейшее направление получения персонализированных клеточных матриц для изучения молекулярных основ конкретного заболевания конкретного пациента на нейронах. Может быть, на глиальных клетках, не только на нейронах, в глиальной культуре. Сейчас можно уже гемадоцифалический барьер моделировать. Второе. Для подбора персонализированных лекарственных препаратов, для скрининга лекарственных препаратов, более эффективного, может быть, в десятки раз ускоряющегося благодаря этому. Это поразительная перспектива. Это то, что сейчас развивается активно в области клеточной нейробиологии. Мы очень надеемся, что и наши российские коллективы будут в этом участвовать и участвовать достойно. То есть это такой вектор развития, который приведет к терапии. В заключение я бы хотела вас попросить сказать такой, приземленные вещи. Изменились ли рекомендации по образу жизни больных? Или, скажем так, какие сегодняшние рекомендации? Их повторить никогда не вредно. Вы знаете, есть, конечно, рекомендации общие. Есть рекомендации специфичные для тех или иных заболеваний. Поэтому, в принципе, очень большого комплекса мер профилактических, для профилактики воззависимых заболеваний, болезни Альцгеймера, Паркинсона, всей группы воззависимых заболеваний, конечно, нет. Но то, что называется улучшением качества жизни. Вещи очень серьезные, которые абсолютно доказаны. Первое, что я хочу сказать, для болезни Альцгеймера, мы с нее начинали, давайте, там наиболее ярко, очень четко доказано для болезни Альцгеймера, что интенсивная когнитивная умственная нагрузка на протяжении жизни, она является сильнейшим доказанным фактором антириска в отношении этой болезни. Мы должны нагружать свой мозг для того, чтобы надеяться, рассчитывать при прочих условиях, пока генетику оставляем в стороне, понятно, что у нас всех разные, тут мы ничего сделать не можем. Для того, чтобы мозг был дееспособен и в преклонные годы, мы должны его нагружать на протяжении жизни. Парадокс? Да нет никакого парадокса. Это как велосипед, на котором либо едешь, либо упадешь, кручай педали. Значит, раз нет в мозге одних защитных механизмов, другим защитным механизмом является его постоянная работа. Он должен синтезировать новые белки, образовывать постоянно новые связи и не забывать, как образуются эти новые связи, образно говоря. Вот почему это для него стимул. Поэтому, когда я студентом читаю лекции по болезни Альгеймера, я говорю, у вас часто можно услышать, зачем я буду запоминать, загружать свой мозг на это абсолютно неправильное представление. Вы перегрузить мозг не сможете. Если вы его перегрузите, он что сделает, ваш мозг? Он просто заснет, и вы вместе с ним. И все, и вы его ничем не заставите. Поэтому и мнение Шерлока Холмса о том, что мозг – это чердак, который я забиваю нужным или ненужным, и зачем же я буду, это неправильно абсолютно. Это первое и главное. Учите пресловутые иностранные языки, разгадывать кроссворды, это примитив кроссворды, находить себе вид деятельности какой-то. Кто-то на музыкальных инструментах начинает играть в зрелом возрасте, кто-то другие, какие-то огромные куски текста. Вспомните наших замечательных актеров, потрясающих стариков, мхатовцев, которые всю жизнь заучили огромные куски текста и жили там до скольких лет многие из них, наш великий Зельзин до 100 лет практически потрясающий. Это первое. Второе, безусловно, физическая активность. Это в большей степени, может быть, для болезни Паркинсона. Показано, там двигательная сфера страдает. Это очень важный момент. Вы помните, это фактор защитный. Есть определенные рекомендации? Потому что вырабатываются какие-то… Да, да, определенные. Тоже определенные, да, совершенно справедливо. Просто показано, что для болезни Паркинсона, даже на крысах, на животных экспериментальных, при передвижении вырабатываются трофические факторы, поддерживающие нужные нам нейроны. Как ни странно, употребление кофе обладает факторам антириска в отношении болезни Паркинсона в меньшей степени в отношении болезни Асгеймера. За счет целого ряда молекулярных рецепторных механизмов, не буду недолго говорить, разумеется, если нет противопоказаний кардиологических, подавлений и так далее, в целом это надо помнить, безусловно. Идут дебаты в отношении сереземноморской диеты, так называемой. Там пока нет ясности. Но в целом, конечно, факт ухода от таких некоторых агрессивных видов жиров в животных и так далее, он подтвержден, и это, безусловно, остается в силе, несомненно. Очень важен, скажу отдельно, очень важен стабильный регулярный 7-8-часовой сон. Не потому, что это важно из общих соображений. Когда мы высыпаемся, у нас лучше настроение, мы меньше срываемся, друг к другу, и вообще все хорошо. Отнюдь не в этом дело. Последние 10 лет была открыта так называемая глимфатическая система мозга, особая лимфатическая система, которая функционирует по своим законам. Так вот, оказалось, что дренаж нейрональных клеток от этих самых белков, от бета-милоид и так далее ускоряется, улучшается во время сна за счет включения, во-первых, горизонтального положения головы, отток другой, ликвороток, и венозный, и теперь и лимфоток, как выяснилось, из собственной лимфатической системы мозга. Поэтому нормальный дренаж мозга во время сна и вообще самих условий, это крайне важно. Поэтому мы сейчас с новых позиций, раньше понимаемым зрительно, что в сонном важно, мы теперь понимаем совершенно в другом отношении. Поэтому тоже важный момент, и надо об этом помнить, безусловно. Для отдельных заболеваний, геймер-паркинсон или там боковой, есть свои более специфические рекомендации, касающиеся каких-то нужностей или ненужности приема каких-то тех или иных препаратов, что дозволено в большей, что дозволено в меньшей степени, а чего лучше избегать. Это уже знает специалист. Есть программы оценки риска, в том числе генетического риска. У нас, например, программа «Свобода движения, радость движения» на риск болезни Паркинсона, генетические, нейрофизиологические по совокупности маркеров. Это можно делать в нашем кабинете памяти по болезням геймера. Приходите, будем заниматься. Не только мы, другие центры это делают. Поэтому общие рекомендации – это важно. Есть рекомендации более специфические. Есть понятие периодичного наблюдения для лица с губой риска, потому что на подходе какие-то более эффективные нейропротекторы, которые мы начнем применять для болезни генетитона, например, уже применяем сегодня. Будем надеяться, что все это будет идти как снежный ком в ближайшие годы. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Спасибо вам за интерес и за внимание. Спасибо.